Смотри, ты эту книгу считал хоть раз? Я не убегаю. Это считал, нет? Я не считал, но я не считаю, я буду читать. Считай, что написано. В мечтах есть. Вот, руки-то сложил, а сам и не знаешь ничего. Надо считать маленько. Что ты показываешь-то? Ты покажи, что знаешь эту книгу. Что ты знаешь, что она тебя ведёт к чему. Так же нельзя делать. Здоровый мужик и не считал. Ну, так нельзя, но, по крайней мере, я собираюсь читать её. Это тебе надо четыре института кончить, а не четыре жены иметь. Не, я не имею четыре жены. Я даже ни одного не имею. Ну, ладно. Ты о душе-то думаешь? Не знаю. После смерти куда пойдёшь? Думал, нет? Откуда? Когда умрёшь, куда твоя душа пойдёт? Ты о душе думал или нет? Я вздумал, да. И ещё получается? Я вздумал об этом. Ещё получается? Я когда молюсь, я думаю об этом. Там тебе будут давать на каждую ночь сорок гурий? Ну, я за каждый грех я буду перед Всевышним Аллахом, буду отвечать сам. Так вот здесь книгу эту считай, люби людей, уважай старших. К чему вас призывает эта книга? А вы тут подряд наркоманите? Что попало делаете? Материтесь, сидите. Маленькие дети. Я мусульманин, Аллах Акбар. А сами матерятся, маленькие дети. Какие же это мусульмане? Подожди, подожди. Мусульмане уважительные люди. Дед. Вот именно. Аллах Акбар. Ты выслышь меня, дед. Я тебе ничего против не сказал. О, дедушка Мороз, как дела я тебе сказал? Дедушка Мороз разве это плохое слово? Вы знаете, вы себя так ведёте, себя так ведёте, как обкуренные какие-то. Мотаетесь со стороны на сторону. Не, 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 я против старших ничего против не имею. Я, Саш, всегда уважаюсь. Ну, наркотики принимаешь? Нет. Да кого нет, я по глазам видать. Я тебе клянусь, я просто не выспался. Ну, понятно. Клянусь, Аллахом я тебе говорю. Ладно, пока. Не пью, не курю, наркотики не принимаю. Клянусь, Аллахом. Так, всё, пока, всё, пока. До свидания. До свидания. Великую радость людям, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. Покаившись перед Ним, мы можем начать жизнь новую во Христе для рая, а не для ада жить. Да. А хотел спросить вопрос. Рукобулство – это грех? Вот, думаю, сейчас пить начнёт. Все пьют, сто процентов. И вы не знаете, для чего пьют здесь. Ну, разве если нет какой? Вы просто... Жидкость надо заливать. А зачем? Нигде этого в мире нету. Потому что за то, что здесь делается в рулетке, Господь говорит, гиена огненная. И они стараются залить этот огонь, что там им не достанется. Причина-то одна. Страх перед Богом. Что будет огонь гиенный. Это да. Потому что здесь что делают? Мужики, взрослые, анонизмом занимаются. Безобразничают, совокупляются. Бабы сиськами трясут здесь. А вы знаете, кто сейчас рулетку создал? Кто? Сатана. Да не сатана, мальчишка пятнадцатилетний. Андрей Терновский. Двоечник. Он говорит, сдавать экзамены. Говорит, а у меня одни двойки. Я сел, стал думать, что я вот это изобрел. Потом подправили. Стал миллионером, уехал в Америку, на Лазурном берегу живет. Он даже разговаривать не умеет. Но оттуда кинулось. Самое блудное, самое трусливое. Все сюда собралось. Половина мужиков голая. Процентов девяносто мусульмане. Да. Я русский. Я верю в Бога. Ну, верите в Бога, значит. Вы знаете о том, что сейчас тут будет Великий пост, Рождественский был. Посты соблюдаете? Нет, я не православный. А какой вы? Протестант. Ну, а протестант это что? Это же не церковь. Ну, это церковь. А без церкви нет спасения. Деяние апостола. 2 глава, 47 стих. Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Протестант это же тоже церковь, только она протестантская. Нет, зачем себя обманывать-то зачем? Господь церковь создал один раз, и не 10 церквей. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вот и все. Ничто не одолеет ее. А теперь лютер пришел в 1517 году. Что, через полторы тысячи лет снова Христос создал церковь? А тут же все разное. Священства нету. Нет, старый парень, они же тоже находятся где, в церкви. Ну, я вам сказал, я спорю, спорить-то зачем? Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он просто возвещает истину. Смотрите. Нет, церковь это что? Там, где есть иконы? Это дети Божьи, которые духовно родились свыше, где есть рукоположенные священники от апостольских времен через кератонию. Считайте Деяния апостолов, восьмая глава. Зачем это так? Церковь вот эта. Церковь. И все церковь. Значит, баптисты церковь, 50-е церковь, адвентисты церковь. Сколько же их церквей-то? И все от Бога. Но я считаю, церковь никакая бы ни была церковь. Нет, ну я считаю, я вам не говорю, я считаю. Что значит я считаю? Бог будет судить по слову своему. Евангелие Атьяна, 12 глава, 48 стих. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Вы задумайтесь об этом. Сейчас отключаться быстро начнете. Вот у меня здесь посетил американец один, Жустос. И он говорит, у нас в Америке 20 с лишним тысяч названий этих стихтантов разных. Он называет динаминацией конфессии. Это два слова, которые дьявол изобрел, чтобы прикрыть слово ересь. Есть вера, есть ересь. Вера одна от Христа идет. Сегодня каждые две недели появляется новая секта, ни с чем не связанная. Что угодно делают. Вот сейчас мормоны, жен вообще не ограничено. На кладбище ходят, мертвых переписывают. Тоже от Бога. От какого? С маленькой буквы Бог, это дьявол. Церковь одна. Одна. От апостольских времен. Которые апостолы рукоположили епископа, под них те других, и так дошло. Другой церкви нету. В это попадает только православие, католицизм, григорияно-армяны, копты и сирийцы. Все. Дальше ересь. А вы сколько лет веруете? Я верующий с детства, может быть с двух лет, но Библии не был. Библию я получил в 23 года. И вот в 58 лет я иду с Библией в руках. И мне Господь позволил, мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна на Россию. Я много лет преподавал в разных университетах, школах, милиции. И вышло 38 томов книг. И Бог положил мне на сердце в молитве подарить книги в бедной библиотеке. И мы из Барнаула, Барнаула-Тайский край, доехали до Владивостока. Потом забросили 5 тонн книг к границе и прошли до Лиссабона, Атлантика. В Скандинавии, Прибалтика, Север, 650 городов посетили во имя Христа. 650 бесед было о Христе. Как мы ночевали, все снималось. У меня здесь есть видеоролик. Это не ролик, назвал их, канал. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, можете посмотреть. Самый большой по объему во всем интернете. Наших только роликов 20 800. Во свете как? Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Наши беседы с сектантами, с мусульманами, вам будет очень интересно и полезно. Вот у нас из разных сектантов приходят люди, это хорошие люди. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, это я. Посмотрите-ка. Да, нашел. Ну вот. Вас как звать-то? Родион. Родион? Да. Так, знаете что? Извините, пожалуйста. Я посмотрю сейчас в календаре, что имя означает в переводе на русский. Так, Родион. Первый раз мне встретился здесь. Родион. Что же это я раньше-то не... Ну, другие имена как-то встречаются чаще. Это имя такое интересное, красивое. Родион. Так. Родион. Апостол из семидесяти апостолов, священномученик. К сожалению, перевода нет. Иногда называть и Родион. Перевода нету. Я не могу даже догадаться, с какого-то языка. Бывают скандинавские имена. Больше всего у нас еврейские, греческие имена. Вот Родион. Есть такой паэт был, Родион Березов. А, слышал что-то, да. Слышали? Хороший, протестантский какой-то. Так, вы что-то хотели сказать? Да, что-то хотел сказать, но уже забыл. Тут редко встреча, чтобы человек с памятью был. Все время пьют. Я говорю, а зачем пьете? Я говорю, а геенский огонь? Это 16 глава, загасить. 16 глава Евангелия от Луки. Богач просил, говорит, а мочи конец перста своего в воде и проходи язык мой. Он говорит, пропасть между нами и вами. Не переходит ни туда, ни сюда. Вот и все. Не, на самом деле, в нынешнем мире сложно жить без греха. Не знаю. Мы у нас по-другому. Две общины у нас православные. Я за слово Божие в пяти тюрьмах отбывал. У меня очень интересная биография, она с Лженицына похожая. И везде проповедовал. Как пишут, тысячи людей обратились. Из сектантов, из мусульман, евреи принимают крещение. О Боге говоришь, благодать Божия касается сердца. Вот вы в нашем Ютубе здесь, там открылось, если, а там вверху написано видео. Ну, туда ткнуть пальцем-то. И все. Да, я увидел, что я буду. Да. Сколько там подписчиков сегодня? 45 тысяч. Вот. И 45 миллионов просмотров. 45 миллионов просмотров, да. Вот если у вас будет желание встретиться, вы по скайпу, скайп, система такая. Игнатий Лапкин, только зарядите, я один с этой фамилией на интернет. И там я вам скину все наши ресурсы. Фильмы, вопросы, занятия в университетах. Я вот в пяти университетах вел занятия. Отвечаю на 4124 вопроса. Вам будет очень интересно. Вот как жить, когда в мире столько много греха? Ну и что? А Господь говорит, не молю отче, чтобы взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. И он с нами. Вот как меня, представьте, посадили. Вот посадили меня. Там выворачивают меня в холодильнике. Я же как? С Богом. Вот сейчас вышли книги Ричард Вурмбранд. Это румынский. Он как священник считается, лютеранский. Какие пытки он испытывал в коммунистических застенках? Он недавно умер, лет 15 назад всего. 20. Страшно считать. Вот я прошел тюрьму и скажу, что это все правильно, что пишет. С Богом все побеждаем. Нам дано право не бороться с дьяволом, а сокрушать. Послание к римлянам, 16.20. Павел говорит, и сокрушит сатану под ноги ваши вскоре. И мы в это верим. Это да. Да, с Богом. Значит, если вопросы будут или сейчас, можете задать. Что делать, если девушка изменяет? Что изменяет? Второй раз пришел. Во-первых, она уже не девушка. Если она изменяет, она на вторую букву называется в алфавите. Догадались? Вторую букву. На вторую букву, с окончанием на конце. С мягким знаком на конце. Понял. Ну и все, зачем она тебе нужна? Ты молодой, трезвый, одетый. С вами приятно поговорить. Я вам не ищу, просто тут говорить-то не с кем. Я вот нашел с кем говорить примерно за 7 месяцев. 650 человек. Которые желают, приходят, встречаются, а другие встречаются. А я на вашем ресурсе подписан. Уже неоднократно встречались. С Богом. С Богом будет. Надо себя хранить. Ты, допустим, ешь, она изменяет. А ты-то зачем с ней вместе был-то? Если не венчаная. Надо пойти в храм Божий. Повенчаться, расписаться. А я не знал, что она такая. Ну, как-то же существует порядок такой. Не как собаки весной. Сошлись, склещились. И все. Это собачья свадьба-то. Вот у нас этого нету. А кто же мне знает, какая девушка, если это? Ну, хорошо, познакомился. Привези ее к родителям. Порядок один. Помолиться вместе, как в книге Тавита написано. И он говорит, я беру тебя не для секса, не для блуда, а для славы Божией. Рождаются дети, чтобы ни одного аборта не было. Никаких предохранительных средств. Сколько Бог даст. Вот у нас здесь есть, приезжают баптисты. У меня жена учительница. У них есть по 18 детей. Нифига. И они работают. Они не пьяницы. Они протестанты. Они не церковь. Но они люди хорошие. Да, у меня такой вопрос, конечно, назрел. Но он неприличный. Да ну, что неприличный-то? Ладно, вы лично еще не говорите. Это не надо. Не надо. Просто сохраните. Если вам надо что-то, вы помолитесь, Бог откроет. Нет, неприличный вопрос. Просто есть вопрос не личный. Так не надо. Я прошу, пожалуйста, не говорите неприличный. Не надо. А сохраните его в себе. Вы не пожалеете, что не говорили. Скажешь, говорит, пожалеешь сто раз. А не скажешь один раз. Господь да благословит вас, Родион. Я помолюсь о вас. Да помилуй ты, Господь и сохранит. Если вопросов нет, мы будем расставаться. Но в принципе вопросов нет. То есть и что? Вы на нашем YouTube-канале побудьте. А вот если зарядите через Google, сайт называется, сайт. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Там мои книги все. Там государственные фильмы у нас снятые, которые заняли первое место на международных киноконкурсах. Документальные. Вы увидите, что можно делать. Даже в бедности надо жить красиво и интересно. Вот мы строим. Сами школу построили за свой счет. Пруды восстановили. Дорогу делаем. Одна деревня такая верующая. Все верующие. С нуля. Получили статус. Я не уважаю. Реально. Это круто. Это срезвычайно трудно. Но 28 лет мы выжили. Начинали строить пласты земли, резали там, делали. Всякое было. Бог с вами. Храни вас Господь, Родион. Да благословит вас Господь. С Богом. Благословляю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова